Итак, значит, я по образованию инженер-электроник, закончил авиационный технологический институт, и землю мы купили в 2004 году в Каширском районе, произвели примерно такой же фурор, как бы когда приземлились на эту землю, потому что поля были, когда Женя говорил, говорит, старайтесь выбирать землю под питомник, где нет сорняков, где, я не знаю, может быть где-то в России, и так вот, можно легко выбрать, но в 2004 году Московская область, ну это 100 километров от Москвы, это было сплошные заросли сорняков, все было заросшее, и мы когда туда пришли, мы поняли, что мы выбрали классную землю, земля была черная, но как известно, раз черный, она чернозем, как бы вижу, понятно, да, вот, потом выяснилось, что это глина, тяжелейшая просто глина, когда там тяпали искры, летели, ну, наверное, те, кто с глиной работал, не знают, о чем я говорю, трещины в два пальца в земле, когда там пересыхала земля и так далее, и так далее, и так далее, поэтому пришла идея, после того, как мы несколько лет поэкспериментировали и пытались, так, мы пытались что делать, горшки мы сразу, горшечное производство заложили, потому что, ну что, буржуи-то продают голый корень, это же, блин, что покупать-то, то есть все светлые мысли, которые приходили вам в голову, когда вы начинали заниматься питомниководством, а кто, кстати, контейнеры выращивает? А кто хочет выращивать? Чуть-чуть все. Никто не хочет, понятно. Значит, я могу тогда по-другому построить, если никто не хочет. Наверное, что-то не то начал говорить, раз никто не хочет. Вот, выращивали и контейнеры, и черенковали, и пытались заниматься прививкой, и размножали многолетники, и открытые грунт-кусты, деревья, то есть все, весь спектр полностью, так как на рынке нужно было все, и мы решили, что мы как бы... В лесу растет еще одна гениальная мысль, чем мы хуже, то есть у нас то же самое вырастет. Соответственно, жизнь быстро поставила все на свои места. Было время, когда у меня было денег, либо что-нибудь поесть купить, либо нужно в Москву ехать на переговоры, нужно на бензин эти 500 рублей потратить. И было и такое. То есть прошли, слава богу, те времена, и мы пошли по пути все-таки специализации, и специализации... Мы решили, что здесь мы будем выращивать горшки. Ну, контейнеры, горшки, как угодно это назовите. И вот наш план питомника сегодняшнего, это в Московской области. У нас сейчас два питомника. Первый, Московская область, основная его специализация, это производство контейнерных растений 2-3 литра. Есть и десятки, есть и двадцатки, есть немножко и деревьев, но это так, знаете, как вишенка на торте. Основное, ну, так скажу, в интернете просто там были разговоры, о сколько прибыли у агро, там и так далее. Я скажу так, что в девятнадцатом году мы посадили больше миллиона растений. Гораздо больше. Я так немножко кокетничаю, да? Вот, поэтому из этих, из этого миллиона, ну, где-то процентов 70, это 2-3 литра. Даже больше. То есть, 2-3 литра миллион мы точно посадили. Только одних двух-трех литровых посадили. Остальное так чуть-чуть. Поэтому мы начинали в 2004 году вот с этого. Здесь был питомник, начинался, значит, вот это ангар, вот это уже пошли контейнерные площадки, вот с этого начинался питомник, был небольшой прудик. Как обычно, начинающие питомниководы, особенно те, кто пришли из ландшафта, а я пришел из ландшафта, делают рядом беседочку, ну, чтобы, как бы, отдохнуть и так далее. Слава богу, прошли те времена, уже беседки там нет. Начиналось отсюда, и вот постепенно начало обстраиваться, обстраиваться, обстраиваться. Значит, вот эту часть мы прикупили 3 года назад. Так, 16-й, 17-й, 18-й, 4 года назад. Вот, и эта фотография год назад сделана со спутника, я с гугл-карт я вытащил. Тут еще нет теплиц, тут еще 4 теплицы мы построили, импотековские, 50-метровые. Все, земля кончилась здесь, и мы сейчас движемся. То есть сейчас у нас контейнерных площадок достроено вот до сюда. И общая площадь контейнерных площадок на сегодняшний день около 6 гектар. Там буклеты, которые принес, там, смотрю, информация 5,3, но, не знаю, тот, кто составлял из наших ребят, ошиблись. Там около 6 гектар. Значит, по процентному соотношению цветы-кусты, где-то процентов, наверное, процентов 60 территорий это кусты занимают в контейнерах, и 40 это цветы. Но по продажам с точностью наоборот. То есть 60-65% это цветы, 40% это кусты. Почему? Потому что мы многие цветы прогоняем по 2-3 раза. То есть цикл короткий. И мы их делаем, если мы сажаем растение, многолетник какой-нибудь, в начале мая он уже к концу мая готов. То есть в первую половину лета, конец весны, если мы сажаем растение, то они успевают, ну, так скажем, вызреть за 3 недели. В середине лета мы сажаем где-то 4 недели уходит на цветы. И во второй половине лета это где-то, ну, 5 недель, 6 недель, смотря какая погода и так далее. По кустам у нас получается, я так это называю, полтора круга делать. Потому что у нас растений катастрофически всегда не хватает на весну. То есть мы так здорово распродаемся в течение сезона, что на весну у нас мало. От этого возникают вот эти проблемы фрешпота, когда у нас чего-то нет, и клиенты просят им продать, а осталась только свежая посадка. До сегодняшнего дня мы этим как бы грешили. То есть одна из ошибок, которую мы делали, делали это сознательно, но потому что клиент просит, клиент хочет добить свой заказ там свежепосаженными. Мы на это идем, продаем, продавали, вернее. В этом году мы накопили, то есть примерно такой хороший жировой запас, там около 600 тысяч растений. Поэтому я думаю, что в этом году весной, в 20-м году весной у нас будет все нормально с этим. Вот. Ну, по питомнику дальше, конечно, его судьба, все это будет в контейнерной площадке. У нас на участке три скважины, две на старой территории здесь, и одна здесь сделана. Сразу скажу ошибку первую, которую мы совершили, когда делали первую скважину. Мы ее сделали там, где нам было удобно, а именно около дороги. Чего делать категорически нельзя, потому что когда лицензируешь скважину, а мы пошли по пути лицензирования скважины, то есть ее обязательно нужно лицензировать, глубже какой глубины там нужно лицензировать, я вам не скажу. У нас скважины больше 100 метров, поэтому там точно ее надо лицензировать. Мы даже не заморачивались выяснением, до скольки метров допускается нелицензирование и так далее. И стали лицензировать, делается такой документ, как создание зон санитарной защиты, их три. Самое первое, это минимум 60 на 60 квадрат в центре скважины. В этом месте нельзя выращивать ничего и ставить ничего, то есть там только трава и забор. И соответственно у нас, когда в полутора метрах от дороги была первая скважина, нам ее сказали, что нам ее не лицензируют. Нам ее пришлось консервировать, тампонировать и пересверливать, новую делать, потому что там нельзя было. Поэтому мы сейчас скважину расположили там, где можно создать эту зону первую, как минимум первую зону, которая в обязательном порядке требуется. Потом в процессе строительства, то есть я попросил помощницу, вот она вчера сфотографировала, это план новой территории, видно, да, то есть вот она новая территория и вот он этот план. Здесь как бы более наглядно и здесь более все упорядочено, нежели на этой, как его, на старой территории. Потому что на старой они разноформатные, такого размера, такого размера, длинные, короткие, там всякие. То есть пока мы не пришли к своему стандарту контейнерной площадки, мы делали, ну в общем-то, так, как нам позволял материал и трудовые ресурсы, техника, строили контейнерные площадки. На новой территории уже мы пошли четко по пути стандартизации не только продукции, да, но и контейнерных площадок. Мы для себя избрали размер контейнерной площадки, это 50 на 15. Почему такой размер избрали? У нас на тот момент, да и сейчас у нас большой ассортимент растений, то есть в небольших количествах. То есть небольшие количества это какие? Ну, наверное, от тысячи, ну самая большая позиция, которая у нас присутствует, это в настоящий момент, по-моему, кизильник блестящий, 75 тысяч мы сажаем в год. Вот, и мы разбили на вот эти такие прямоугольники, чтобы было быстрее собирать заказы, потому что наш клиент основной это, ну, строитель, ландшафтник. То есть у нас редко берут, когда, ну, так скажем, хотел сказать фурами. Фурами берут, через день, наверное, грузятся фуры, в основном к нам, конечно, 6- и 8-метровые машины приезжают по несколько штук в день, то есть мы там гружаем достаточно активно. Но нам вот такая система расположения контейнерных площадок и форма, она помогает с быстрой, как бы, скоростью собирать заказы, когда один заказ состоит из 10, из 15 позиций. Если делать, как в Европе, когда у них, вот я, там, мы берем растение у Хугенрата, да, в Голландии, отличный питомник, все, и у них там центральная дорога и длинная такая контейнерная площадка, идет, идет, идет. Но иногда нужно переехать из одной точки в другую, у него ассортимент, ну, уже, наверное, раз в 6, чем у нас. И я думаю, что вот эта сеть, ну, это правильное решение. Сразу скажу, что я даже слайд там один сделал, хотел, Библия, как говорят, поклясться на Библии, что все, что я сейчас рассказываю, это является истиной для меня. Я здесь никого, так скажем, не призываю следовать нашему пути буквально, потому что, если пытаешься буквально следовать, то, как правило, это приводит к тому, что ты что-то не доучел, что-то не понял, чуть-чуть видоизменил технологию, и в итоге это к фиаско приводит. Вот, ну, все, наверное, из вас и я тоже много раз были за границей и начинали, когда строительство питомника, мы просто смотрели, как у них, и пытались точно так же кальку снять и сделать, как у нас. Но у нас разные условия, у нас реально очень много отличий при внешней схожести, но есть много и общего. Поэтому что-то я брал у буржуев, копировал какие-то технологии, какие-то моменты, что-то у российских коллег. Я сразу еще, кстати, призываю всех ездить по коллегам. Я это вот, я даже в фейсбуке это пишу, цель визита такая, промышленный шпионаж. Просто приходишь и смотришь в разное время на то, что происходит в питомнике. Потому что люди рассказывают иногда, выдают желаемое за действительное. Иногда это не сознательно происходит, они действительно верят в то, что они делают, и это является правильным. А когда ты видишь результат того, что они делают, то ты сомневаешься, а стоит ли так делать. Поэтому я во многих питомниках бывал, очень люблю ездить и в разное время езжу, года, не только летом, но и осенью. Весной мечта пока, не получается весной поехать за нехватки времени, но и весной тоже, я думаю, буду ездить, чтобы понять, сопоставить то, что я слышу и то, что я вижу. Потому что это очень важно, потому что эти стратегические ошибки, про что говорил Женя, неправильно землю подготовил, у тебя проблемы начинаются с сорняками. И ты их ничем не можешь решить, у тебя растения уже сидят, все, и ты их ничем не можешь решить, кроме как дополнительными какими-то либо трудозатратами, либо используя химические всякие препараты. Поэтому мы вот эту идею для себя выстрадали, мы ее разрисовывали, сидели там на бумаге, просчитывали дистанции, сколько у нас дистанция занимает от места посадки до места расстановки. То есть где ставить ангар, вот этот ангар поставили в позапрошлом году, там сажаются растения для этой территории, для старой территории, вот этот ангар, вот тот, который был, это он обслуживает вот эту территорию. Для вот этой территории стоит машинка вот здесь, но мы уже в этом году, как я сказал, приросли половину этого поля, это уже новые контейнерные площадки, сейчас будем двигаться здесь. Следующий ангар мы будем ставить вот здесь, то есть этот ангар будет использовать, обслуживать вот эту территорию, вот этот ангар, который будет стоять у нас вот здесь, он будет остаток, чтобы не... Какая площадь ангара или высота? Ангар 10 на 24, мы его что-то сделали за 1 миллион рублей. А высота по кругу или... Не-не-не, он прямоугольный, двускатная крыша, видно. Утепленный, утепляли, да, утепляли, он был, мы его как бы строили в два этапа. Сначала мы построили самый такой каркас, обшитый снаружи профнастилом, он что-то стоил 1800, что ли, то есть вообще была какая-то такая цена для меня смешная. Мы по длинной стороне у него сделали окна, по-моему, стеклопакеты мы поставили, двойные окна. И потом на следующий год мы его утеплили, ну, я нанял строителей, они утеплили его, по-моему, сотка минвата, роквилл стандарт. Вот, и там поставили эту машинку. Отлично входит, я сказал, две посадочные машины, это фирмы Ява голландские, про отечественные ничего не знаю, как работают. Интересно тоже посмотреть. А разрешение на ангар не требуется? Вот такой ангар, на него как раз и не требуется. Вот очень правильный вопрос задаете. Потому что я когда начал строить офис, я стал пытаться, сейчас это было 17-17, ну, наверное, в 17-м году я начал пытаться получить разрешение на строительство на офис. Я дошел до этапа согласования с этим, каким-то, Министерством рыбного хозяйства Московской области, потому что рядом были какие-то водоемы, с лесным фондом, с аэропортом Домодедово. Я в итоге плюнул и решил отказаться от такого строительства офиса. Я сейчас строю офис из морских контейнеров. А земля у вас сельхозка, да? Значит, земля в настоящее время сельхозка, земли питомников. Мы перевели ее с КФХ под питомники, да. Под питомники. Там есть питомники, там реализации или поборище. Да. Значит, по строениям, по старым строениям, которые на старой земле, вот этот ангар, хранилище и теплицу, мы через суд, но это было три года назад или четыре, через суд мы получили свидетельство о собственности, то есть у нас эти строения зарегистрированы, да. Почему не потребовалось разрешение на ангар? Не было фундамента? Он стоит на плитах, этот ангар, он стоит на железобетонных плитах. Так как я сказал, у нас глина тяжелая, я пошел, ну, по такому пути, может быть, строители профессиональные меня не одобрят, но мы делали, вот земля была, мы выкопали корыто глубиной, ну, если плита 17 сантиметров толщиной, ну, где-то 25. Вот здесь 10 сантиметров это песок, и сверху мы положили плиты, эти плиты между собой разварили, швы засыпали сухой смесью. Все. И снаружи мы обжали глиной, то есть они у нас чуть-чуть вот так на возвышении. Вот эта площадка, вот эта площадка, вот ее видно здесь. Вот уже прошло 4 года, нигде ничего не повело, идеально стоит. И на ней как раз стоит вот этот вот ангар, сверхлегкая металлическая конструкция, сваренный из швеллеров, из каких-то там, то есть когда его делали, я вообще не думал, что он переживет первую же зиму, потому что он настолько хлипкий казался. Ну, как-то, видать, расчеты сделаны правильно, угол наклона крыши, все. То есть он стоит уже, уже 3 года стоит, и, как говорится, нас радует. Вот. Хорошо утеплили, поэтому внутри теплый. Утеплили, мы ему плоский потолок сделали, и сверху тоже хорошо утеплили. Поэтому... Нет, он просто на плитах стоит, дюбелями присверленный к плитам. Все. Четыре метра, по-моему, четыре метра. До, до, да, до... Нет, ну почему? Получаешь разрешение на строительство и регистрируй на здоровье. Ну, как сейчас это делается, я не знаю. Я вам скажу, я говорю, столкнулся с офисом, плюнул, думаю, ну аз в баню. И выложил плитами площадь под офис, и этих морских контейнеров накупил, и, как из лего, стал это все шлеп-шлеп-шлеп собирать там и так далее. Если что, придут, там видно, что это ангар. Главное, что фундамента нет? Ну, фундамента никакого, там просто железобетонные плиты лежат. А если на царе требуется разрешение, да? Там есть, там какие-то ограничения, там что-то дают 20 сантиметров, там, по-моему, на монолитную эту плиту можно, по-моему, ставить, если без фундамента, без глубокого там. Теплицы, кстати, вот тепличники, я недавно был в этом, в поиске, да, на семинаре, они там мамой клянутся, что их теплицы надувные регистрировать не надо. Не знаю. У нас они все на буронабивных сваях, эти теплицы, поэтому не знаю. Мы их не регистрировали, сразу скажем. У нас их великое множество, уже 5, 9, 10, 10 теплиц. И вот только одна, вот эта вот старая стеклянная, про нее тоже расскажу, потому что это такая одна из, ну, близких к ух ты ситуаций, когда мы вот это стали счастливыми, обладателями этой теплицы. Вот, ну, заканчивая, то есть, рассказ про сам питомник, ну, вот, что у нас сейчас в настоящий момент есть. Контейнерных площадок будем округлять до 6 гектар, 6 гектар, 9 теплиц, из них 5 по 30 метров, все надувные теплицы. Про теплицы я отдельно расскажу, про надувные, то есть, у меня есть вопросы к производителям этих теплиц. Вот, и 4 стандартных 50-метровых, чуть подлиннее. Там у нас, опять же, плохое планирование, одна из ошибок, оно привело к тому, что у нас вот здесь вот эти теплички стоят, вот их 5 штук, они 30-метровые, в брошь не влезло. Очень там они напрашивались, и мы сделали их 30-метровые. Они нам обошлись дороже за квадратный метр, чем стандартные 50-метровые. Поэтому мы их, ну, вот мы их пошли на то, что они 30-метровые. Через сколько метров? Через 3 метра. Через 3 метра? Да. Снег убираем, сразу скажу, снегоуборщиком. Ширина теплицы какая, просите? Оно стандартное, импотековское, 9,6 на 4,7. Здесь вот первая пятерка, короткие теплицы, они без верхней форточки, 4, которые 50-метровые поставлены, они с форточками, очень рекомендую с форточками. Сразу же, это очень классная штука. Вот. Значит, ну, я уже начал рассказывать про строительство. То есть, везде выбираем корыто при строительстве контейнерных площадок, корыто выбираем под дороги. Как тут этой лазерной указкой пользоваться, не знаю. Значит, вот здесь корыто видно выбрано, вот это под дорогу, вот это контейнерные площадки. Они у нас чуть приподняты. Давайте я буду рисовать, потому что я у себя не нашел чертежа строительного. А можно вас пока приступить к теплице, площадке, как-то ориентированы по отношению к северу и югу, или нет? То есть, без разницы. Они ориентированы по отношению к дорогам. Только вот так. Вот это заморачиваться юг-север, запад-восток, фэн-шуй, это как бы не к нам. То есть, выбираем корыто под дорогу. Вот это контейнерная площадка. Вот она пошла туда. Пускай вот это будет 15 метров у нас. Значит, выбираем корыто глубиной где-то, ну, сантиметров. Сантиметров 15 где-то. Вот это расстояние. 15 сантиметров. Ширина дорог. Хочу отдельно сказать про ширину дорог. Не жадничайте на дорогах. Потому что это такой геморрой себе создадите. Такие проблемы, потому что при поворотах, при разъездах, а сейчас у нас порядка, наверное, 10 тракторов и около 30 тележек. И вот этот вот рой вот этой всех вот этой мелочи, пузатой, которая носится в мае, им нужно разъехаться по дороге. Если вы сделаете ее узкую, то будете потом иметь большие проблемы. То есть будут заезжать на контейнерную площадку, будут ломать стойки полива, будут сбивать растения и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому мы делаем вот так. Вот это потом пространство мы засыпаем щебнем разных фракций. Сначала кладем покрупнее, потом помельче, и сверху иногда расклиняем асфальтовой крошкой, если есть. Здесь показан момент засыпки дренажа. Потому что, давайте так, я сначала на фото не смотрим, да расскажу, как у нас была эволюция строительства контейнерных площадок. Потому что один из вопросов в интернете был, как там было, расскажите, как построить недорогую контейнерную площадку на 2-3 года. Это вы, да? Скажите, пожалуйста, как построить недорогой Мерседес? Вот тут примерно для меня это так звучит. Потому что я расскажу про плюсы и минусы, да? А решать вы будете сами. Подходит она вам или не подходит. Цену недорогой. Сейчас уже не скажу, но там будет калькуляция самой навороченной контейнерной площадки изготовления. Из него можно будет вычесть определенные навороты и оставить только то, что требуется. И, соответственно, получится цена. То есть выкопали корыто, потом сверху трактором сделали, ну, так скажем, достаточно чистовое планирование. Нам повезло с трактористом. Это нанятый тракторист на GCB-шке с этим, с ковшевым, как он, передний ковш, челюстной ковш. Вот, он им идеально выглаживает, вот, и сверху кидается, ну, то есть была вот такая земля, потом она стала вот такая, потом сверху на нее кидается ткань. Это первая эволюция, да? Тип-1, так ее назовем. Эта ткань, она, соответственно, где-то пересекается, так эта земля идет, ткань она пересекается, в этом месте она пришпиливается различными Т-образными, П-образными, улиткообразными этими кнопками. И вот таким образом контейнерные площадки у нас первые и существовали, вот, самые первые, которые мы делали. Плюсы какие? Делается моментально, быстро очень. Трактор поездил, тут же шлеп кинул, шлеп-шлеп-шлеп пришпилил. А, еще момент такой, что все трубы проходили, все у нас они проходили под землей. И магистральные, и которые поперечные, и в нужных местах, где стойки полива были, там выходили из земли трубы, на которые уже ставились дождеватели, и, соответственно, они поливали. Как бы, делается быстро, возвращаемся к плюсам. Ну, естественно, все же, ну, что думаете, я один такой умный? Нет, в солидное общество же попал. А вот, это как его, делается быстро, дешево, потому что, ну, что там, это полипропиленовая ткань. Причем, нет, я все-таки это, наверное, самый умный. Мы использовали белую полипропиленовую ткань для Биг Бэйлов, которая через три года расползалась от солнца в хлам просто. Вот, то есть, было жалко польскую покупать, вот эту дорогую, и, соответственно, покупали дешевую эту. Паяльником разрезали, она полуруковом шла, ее паяльником разрезаешь, и такой шестиметровый у тебя получается этот полотно. Это первый тип. Значит, он просуществовал, наверное, года три или что-то. Минусы, теперь самое главное. При первом же дожде, при первом же поливе, при первом же проходе человека, там, где он прошел, образуются линзы, под которые Евгений Владимирович у нас говорил. Вот это вот болото, все это, вся эта контейнерная площадка в течение сезона превращается в болото. Просто. Все такое кривое, глина проступает через полотно, которое для контейнерной площадки. Горшки грязные, горшки криво стоят, сорняки начинают лезть отовсюду и так далее. В общем, картина безрадостная. Хотя, такой вариант я видел в питомнике Куровских, в Польше кто-нибудь был? Люблинская ВОИОС, а рядом с ДЭПСКИМ они там тусуются, несколько питомников. Отличный питомник. Смотрю, у них осенью задрана ткань и такая вот, жжжжy, контейнерная площадка. Говорю, а что такое? А, сейчас трактор будет выравнивать и будем делать. Я говорю, а как вы часто это делаете, выравниваете? Он говорит, ну, где-то раз в три года. Видите, у них другая почва, у них легкая почва, супесь. и у них нормально у них те площадки которые стоят да где-то кривовато растения стоят но воды нету вода все уходит поэтому на легких почвах там где супе си там где пески я думаю что такой вариант очень даже предпочтительным для нашей глины это смерти подобно значит следующая как бы эволюционная ступень контейнерной площадки опять же земля она потом выравнивается потом уже кладется пленка делается уклон разуклонка делается на контейнерной площадке чтобы вода не затекала сюда и сверху выкладывается опять ткань для контейнерной площадки ну то я покажу чтобы она так было с пересечениями и опять же она пришпиливается опять же те самые трубы под землей они выходят наверх стоят эти поливалки слушаем дойдем до этого вот чуть дороже чуть дороже потому что добавляется пленка более требования к выглаживанию ну и возиться работа сама по укладке пленки и так далее плюсы какие уже вода сходит все хорошо проблем нет из минусов более дорогая и все равно в местах протыкания образуются блюдца в места где эти стойки стоят образуются блюдца и мы достаточно быстро закончили работу с этим видом контейнерных площадок и как бы дальше чуть-чуть модернизировали каком плане мы ушли от магистрали под землей вернее нет не магистрали а именно разводки по контейнерной площадке соответственно выровняли землю сразу клонка и сделали уклон сюда выложили пленку потом выложили сверху ткань и трубы у нас уже шли если это если это взять что это вверх контейнеры по извиняюсь тут 4 криво рисую вверх контейнерной площадке магистрали у нас под землей они выхода имеют сюда а здесь уже труба у нас пошла по поверхности кто-нибудь укладывал пнд трубу по поверхности 32 хорошо ложится буду бухту так размотал до растянул полежал и потом как убитая лежит до у нас то у нас так не получилось нас постоянно она вечно живая она постоянно танцевала вырывала эти скобки которые мы там пытались ими прикрепить там и и это как и иногда было вырывала даже соединение если мы сильную пытались зафиксировать соответственно мы перешли здесь на другой вариант мы здесь перешли на вариант полипропиленовой трубы она ровненькая она лежит ровно классная все год отработала великолепно на следующий год начались проблемы кто знает какие до водоросли они все равно там активно размножаются и начинают забивать пропускная труб проходимость труб падает и начинают просто ну в этот водопровод этот перестает работать то есть вода не поступает либо она забивает форсунки махом ты включаешь она поработала ну там ну неделю все форсунки нужно менять поменяли форсунки ну прочистили смысле прочистили поставили еще неделя прошла опять то же самое начну я это ухожу сторону полива не буду по контейнерным площадкам короче последние там скажем 4 плюс генерация она выглядит следующим образом делается контейнерная площадка как я и сказал вот здесь выбирается корыто еще тут рисовальщик короче вот эта дорога у нас дорога вот это сама контейнерная площадка 15 на 50 делается черновая планировка потом сверху идет финишная планировка песочком буквально но мы расходуем ну два сантиметра ну один два три сантиметра зависимости от того насколько удалось выгладить трактористу эту дорогу вручную это мы делаем потому что трактор уже стараемся не пускать туда потому что он может там где-то продавить что-то и так далее после этого то есть идет сначала земля выглаженная потом идет слой песка маленький потом идет на всякий случай мы стали класть агротекстиль агроспан лутросил геотекстиль курс не тканый материал 60 грамм на метр кладем сверху идет пленка полиэтиленовая 120 микрон мы нашли пленку в пензе 16 на 50 чем-то 55 метров помоту здесь монолитный кусок лежит вот то есть ну это напишите потому что я не помню как она как они называются вот здесь видно что пленка эти черная она полностью расстелена выбирается вот здесь в процессе планировки выбирается буквой г этот корыто под дренаж ну как дренаж делать наверно все знают то есть не буду объяснять сверху выкладывается геотекстиль тот же чтобы не порвать пленку гравием который там укладывается труба сотка вот она видно выглядывает и сверху гравием засыпается сверху это все закрывается то есть это получается у нас это песок так песок это агротекстиль текстиль это у нас пленка 120 микрон но это мы нашли такую пленку такого размера пленку можете использовать из кусков использовали вторичный полиэтилен потом от этого отказались потому что он но априори он гораздо худшего качества бывал с дырками и так далее так далее мы от него отказались можно если вы сделаете хорошо разуклонку можете не заморачиваться этой пленкой а просто хорошая разуклонка и потом вы укладываете так чтобы вода стекала по этим по по пленке и сходило и все ну и сверху на пленку мы кладем вот эту ткань самая главная фишка ткань мы не то есть все вся эта контейнерная площадка 15 на 50 она монолитная без единого отверстия сейчас я покажу а есть отверстие одно только там где магистраль